здравствуйте дорогие друзья я рада вас приветствовать на моем канале сегодня вашему вниманию я хочу представить шифоновый бисквит высокий бисквит минимум 8 сантиметров в высоту который всегда получается и который прекрасно нарезается сразу буквально после пары часов в холодильнике и выпекать его буду сегодня именно в одной форме по многочисленным просьбам и разрежу я его сразу на 5 коржей в данном видео я хочу именно показать как мне испечь бисквит у которого будут идеально ровные бока что я для этого буду использовать потому что в последующем торте который я буду собирать с этим бисквитом мне нужно будет чтобы у этого торта были идеально ровные бока у коржей и так сейчас я смазываю просто водой никаким не маслом а просто водой стенки формы бока формы так чтобы не было капель а просто увлажняю даже я бы сказала эти бока формы форма у меня сегодня будет 18 сантиметров в диаметре форма у меня без дна я ее застелила сразу фольгой для запекания пищевых продуктов поэтому не из формы я не буду застилать не пергаментом не пекарской бумагой не тефлоновыми ковриками для того чтобы у меня получились именно вот такие идеально ровные бокал бисквита я разрезала тефлоновый не силиконовая именно тефлоновый коврик повдоль на две полоски они мне 15 сантиметров в высоту и сейчас благодаря тому что у меня слегка смочен бока формы эти тефлоновые коврики к ним как бы прилипнут но на качестве бисквита это никак не отразится потому что это не масло бисквиту будет за что цепляться и подниматься и так вот таким образом я сейчас ставлю оба моих коврика полосочки и духовку мне разогревается до 170 градусов цельсия здесь у меня продукта все комнатной температуры 6 яиц я разделила на белки и желтки яйца по 50 грамм весом без скорлупы каждое яйцо здесь у меня 90 миллилитров молока 180 грамм сахара 60 миллилитров подсолнечного масла без запаха пакетик ванильного сахара 8 грамм вы можете также ванильную эссенцию ванильный экстракт взять также 10 грамм разрыхлитель для теста 30 грамм кукурузного крахмала и 240 грамм обычной пшеничной муки я высыпаю в белки весь ванильный сахар и щепотку соли взбивать я сегодня всю массу буду маломощным ручным миксером 240 ватт у меня мощность миксера он очень маленький очень примитивный многие в комментариях пишут и просят чтобы я показывала больше именно рецептов с ручным миксером потому что далеко не у всех есть планетарные миксеры поэтому я сегодня вам покажу что действительно мой рецепт работает даже вот таким слабеньким ручным миксером получится у нас прекраснейший бисквит полминуты я по взбивала где-то белки ввела туда весь кукурузный крахмал и также прохожусь еще раз миксером тоже где-то может быть полминуты я взбиваю и добавляю туда где-то одну треть от всего количества сахара и потом я взбиваю где-то еще минуты-две и вот такая глянцевая очень сильно увеличившиеся в объеме должна масса получиться вот с такими подрагивающими клювами то есть они не должны у нас превратиться в губку это очень важно не доводить белки до состояния губки именно на шифоновый бисквит здесь у меня 6 желтков я их просто разбиваю венчиками и сразу же ввожу туда половину сахара и желтки я сейчас буду взбивать до такой хорошей пышности до побеления и длится это тоже буквально пару минут ввожу весь сахар и уже теперь на полных оборотах миксера взбиваю сразу ни в коем случае никогда не добавляем сахар в желтки иначе они у нас просто склекнуться от этого сахара видите вот такая масса должна получиться теперь миксер нам уже больше не понадобится белковую массу я ввожу желтковую массу где-то в три приема вот такими складывающимися движениями делается это очень просто и вот такая масса пышная у нас получается она конечно же сейчас осядет слегка но все равно этого будет достаточно чтобы наш бисквит поднялся хорошо также я вливаю теперь туда все молоко и все растительное масло без запаха и также аккуратно складывающимися движениями перемешиваю все это лопаткой теперь весь разрыхлитель я ввожу в муку и перемешиваю это предварительно венчиком чтобы весь разрыхлитель смешался с мукой это важно сделать потому что бывает такое что разрыхлитель потом будет где-то комочками в нашем тесте потому что перемешиваем это все лопаткой и теперь в несколько примерно в шесть приемов я ввожу всю сухую смесь и вот такая масса у меня на выходе должна получиться также складывающимися движениями я перемешиваю все это лопаткой переливаю уже в мою подготовленную форму и ставлю выпекаться заранее разогретую уже до 170 градусов духовку где-то на 45 минут в моей духовке может быть у вас будет 50 может быть 40 минут я не знаю прошли у меня сейчас 45 минут бисквит выпекся если мы будем его выпекать в двух формах то тогда у нас шапочки абсолютно не будет разрывов не будет но мы сегодня делаем именно в одной форме сейчас как только я могу до него дотрагиваться я сразу извлекаю его из формы обязательно это нужно сделать сразу дно превосходного бисквита и бока также как я вам и обещала видите форма вся в принципе внутри сухая и чистая вот этот принцип выпекания бисквита с тефлоновыми ковриками по бокам потому что нам нужны идеальные бока у бисквита я потом расскажу в следующих видео для чего я буду собирать с ним торт именно такой же где боковины должны быть идеальные и видно что они очень хорошо пропеченные мы также могли бы просто в обычной вот этой раздвижной форме выпекать даже ничего не застилая у кого нет тефлоновых ковриков и вы посмотрите какие у нас боковины у бисквита получается глянцевый идеально ровные следующих видео уже когда будем собирать торт я вам все объясню и покажу и смотрите какой пышный за какой короткий период времени бисквит и он никогда не оседает от не опадает в дно этот бисквит можете смело пользоваться этим рецептом 8 сантиметров это без шапочки ровно от бортика до бортика у меня получилось 8 сантиметров плюс еще шапочка шапочка немножко уберется сейчас в холодильнике когда его положу в холодильник на два часа я буквально его буду убирать сегодня обязательно в пищевой пленке дном вверх я убираю ровно на два часа в холодильник прошли у меня сейчас два часа я достал его из холодильника видите я нажимаю на него он никуда у меня не садится бисквит у меня абсолютно плотный пружинистый очень хороший и со вкусом очень нежного шифонового бисквита нарезаю я струной коржи у меня получится 18 сантиметров почти два сантиметра в высоту коржи струной нарезается превосходно вы также можете ножом его разрезать но я привыкла всегда кондитерской струной она стоит буквально копейки она продается в каждом кондитерском магазине а также в отделах для выпечки бисквит очень нежный со вкусом именно шифонового бисквита не классического бисквита а именно шифонового видите ровно два часа он еще по сути у меня не совсем внутри холодный и шапочку я тоже срезаю меня это будет пятый корж я его буду класть вниз именно на подложку видите остается тут совсем чуть-чуть вот таким образом я буду его класть на дно моего торта при сборке вот такой вот обрезочек у меня получается маленькие незначительно посмотрите какой нежно ломается видите пушистый бисквит получается у меня он такой желтый получается потому что у меня очень желтые желтки у яиц которые я использовала и вот такие ровные идеальные разрезы получается у этого бисквита 18 сантиметров в высоту я вот специального поближе показываю и я надеюсь что видео было полезным опознавательным подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите комментарии я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео